Привет, ребятки, привет, наши хорошие! Сегодня у нас произошло маленькое событие то, 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 которое должно быть... Нет, я как не так... Ну, в том видео же рассказывали, а это продолжение... Что такое? Фигня получилась? Фигня, сейчас... Привет, ребятки, привет, наши хорошие! Сегодня у нас произошло вот такое событие, пришла снова посылка от Николая. Сразу скажем ему большое человеческое спасибо, низкий поклон. Ну, мягко говоря, он нас балует, что лукавит. Ну, как бы уже посылка пришла, поэтому есть повод ее как бы посмотреть, рассмотреть, что в ней. Думаю, как бы не только нам, но и вам это будет интересно. Не знаем, ну, как предполагаем чуть-чуть, что там есть, но не сильно предполагаем. Сейчас все посмотрим. Сюрприз будет! Да! Поехали, ребят! Ждешь распаковки. Бляш! Вот она, чудо-посылка, ребят! 13,5... 13,700... Я, наверное, неправильно думала. Ну, как неправильно, если вот она открывается. И вот она у меня точно так же, и вот тут надо разрезать. Ну, хорошо. Что Ира без меня делала? Загинула бы как муха. Опа! Сюрприз! Сюрприз! Начинается все с такой беленькой пеленки, или как она, не знаю. Пеленочка. Я так полагаю, наверное, просто, чтобы... Перекрыть. Сохранить, да. Это... Тоже, наверное, для того, чтобы не сохранилось, не побилось. Это, наверное, тоже. Это, наверное, тоже. Нет, нет, что-то лежит. Нет, ничего не лежит. Это просто... Яман, только сколько вкусного! Я так понимаю, что это на улей вход. Ребят, это литок, я так понимаю, он крутится, и разные дырочки открывают. Там жирная пчела, мелкая пчела. Десять пчел сразу! Макароны! Что хотите как бы есть. Вот самое... Это... Это я не знаю, ребят. Это что-то сеять. Муку пчел трудней. Опять же... Просеивать. Разберемся. Сеточка. Ну, это им как... Я так понял, но не знаю, правильно, неправильно. Это где вентиляция, заделывать дырки, чтобы они там только лапы могли высовывать, а сами не пролазили. Ну, только подышать. Как вылились. И нормально. Вот, не гонзляя, как они... Так, смотри. Проволока. Проволока. Разная она тонкая и толстая. Проволока, ребят, ну, разнокалиберная. Проволочку он нам уже присылал, ну, как бы еще. Да. Как бы, наверное, и той бы хватило. Ну, спасибо, Коль. Огромное спасибо. Прям огромнейшее. Так, наждачка. Наждачка, ну... Так, это книжечка. А тут еще что-то положенное. Ну, это, наверное, может быть, Колина какие-то. Тут могут быть в размеры тебе с этими. А, точно, точно. Супер, супер. Ну, вот, видишь, как. Гляньте, как классно, ребят. Полностью чертеж. Супер улика. Да. Вот, смотри. На 16 рамок. Вот, 12 рамочные. То есть, для всяких детей. То есть, для одаренных, для не очень одаренных. Вот это вообще супер. Вот это, как, полезность полезная. Это самое главное. То есть, по чертежу тут уже не проблема самому соорудить вот эти улики. Что мы, в принципе, и сделаем. И будет у нас уличный рай. Город Ульев. Да. И вот какая-то книга, вероятно, я так, наверное, подозреваю, это все здесь обчелок. Что это тут? Сейчас я покажу крошку. Все. Книжечка старая. Ну да. Но такие книжки, ребят, СССР, они самые ценные. Зачитанные уже до дыр. Ну, как бы, передаю по наследству Котову АГЭ. Красавчик, спасибо, Коль. Ну, мы как бы думали вернуть. Ну, теперь уже все. Ну, теперь уже по наследству. Спасибо огромное. Ну, это, конечно, вообще вещь. Вещь. Такого сейчас нам не найдется. Учебник пчеловода, ребят. Не знаю, какого года. 1965 года, издательство Колос Москва. Охренеть. 1965 год. Это меня еще не было. Не было. Лет 10 как. Минус 10 лет. Супер. Спасибо, Коль. Это вообще шедевроз. Спасибо. Ребят, тут еще. Ух ты. Ух ты. Мяшок практически. Ну, это разобранные рамки, ребят. Это мы их соберем. И будут у нас новые пушистые классные рамки. Вот это тоже они, да? Ну, это поперечины. Это, ну, то боковины были. Охренеть. Охренеть. Супер. Коль, спасибо большое. Это просто супер. Тоже от рамок запчасти. И вот это тоже это все вместе. Я думаю, ума дадим. В принципе, тут ничего сложного. Там для одаренных детей, по-моему, есть чертеж. Опять? Да, опять. А тут, тут шедевроз полный. Боковинки. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ай, чух. Вот так хочется. Ты что? Да, ты что? Целая куча новеньких. Пахнут так хорошо. Деревом. Ребят, тут такую штуковину передал Николай. Но это он нам звонил, говорил. Это передать местному пчеловоду в дар. А этот местный пчеловод за этот дар научит нас плохому, короче. Как с пчелами там, ну, как бороться, побеждать их, чистить, лепить. Ну, и все такое прочее. Сейчас мы откроем. Ну, как Николай нам разрешил открыть, посмотреть. Да, мы и вам покажем, что достанется местным пчеловодам. Представь, это же вот этот человек трудился, как... сколотить все. Так вырезал, ну да. Да, 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 все это сколотить, чтобы не повредилось ничего. Такие, ребят, люди живут в Калининградской области. Да. Суперские ребята. Вообще, прям. Оно хрумстит. Проклятое. Тут гвозди, наверное, из той стороны загнуты. Вот так можно. И коробочка открылась. Целлофанчик. Это щипцы, ребят, но это такие щипцы, как нам. Только пластмассовые. Да, у нас металлические. У нас лучше, ребят. Письмо что-то. Я письмо читать не буду, если... А не, это... Я не знаю, что такое. Монсту банды банды. Может быть, это просто завернуто было. Может быть. Не, ну что-то, видишь, соты нарисованы. Наверное. Как обрезать, вырезать. Это какой-то дойный аппарат. Я не знаю, что это, наверное, ему это надо. Ему это надо, да. И здесь какой-то должен быть стеклянный шприц внутри с чем-то. Я не знаю, с чем он, для чего он нужен. Но, наверное, тоже это что-то очень нужное. На, открой. Давай. Полагаю, что она как-то вот так открывается. Да, тут всякие разные, видишь, маркер какой-то. Вот внутри видишь шприц. Вот этот вот, видишь? Вот какие-то маленькие еще. А здесь вот смотри. Пчеловод.com. Товары и оборудование для пчеловодов. Тоже не знаю, что это такое. Адрес, адрес. Ну, просто показать, может, кому надо будет. Да, 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 W. Пчеловод. Доставка бесплатно по России. Какие-то кисточки, по-моему. Ребят, даже не знаю, что это такое. Тут еще вот какие-то такие маленькие штуки есть. Я не знаю, что это такое. Ну, какое-то что-то очень интересное. Мне не известно. Лично мне не известно. Страшные вещи, короче. Да, страшные вещи. Ну, как бы все, видишь, запакованный маркер. Угу. Специальный, наверное. Специальный, наверное. Я даже не знаю, что это такое. На попке пчелкам рисовать. Ха-ха-ха. Подписывать. Мое. Пчелок. Да. Пускай это все Владимиру. Да. Мы это все и оставим. Вот эти сосцы. У Владимира Завпаковых хорошо было. Сосцы для Владимира. Ха-ха-ха. Не, ну как, вот эта доильная фигня, не знаю. Называется. Как сосочки у этого доильного аппарата. Ух ты такое как что-нибудь причудишь. Какие? Назад надо засунуть. То, что двое его отбирают. Ну, это пакет просто. Просто не что-то. Заворачивай. Заворачивай. В какую сторону? Вот так? Да, приподнимай только надо. Да. Вот. И проволока вот эта тоже Владимиру, ребят, большая. Да, да, да. Просто мы с Колей разговариваем по телефону, да. Потому что нам... Да у нас две уже. Тоненькая, ну как бы, ну, а для него как бы толстенькая, потому что он такой пользуется. Понятно. Вот. Вот. Это я сейчас в отдельный пакетик сложу. Ребят, но у нас еще тут большой-большой коробок. Тоже из дерева. Сейчас мы его вскроем. Но здесь... Вверх тут. То есть это мы открываем. Да. Я даже предполагаю, да, и ты предполагаешь? Да, мы даже предполагаем, да, что это. И вы, наверное, ребята, предполагаете. Но мы пока это просто предположение, но мы сейчас точно покажем. Да. Не будем говорить. Навеем такую, как, маленькую интригу. Не знаю, насколько легче это дастся. Ну, как бы, такие гвозди мощные или дерево мощное. Зацепим. Думаю, ты доволен. Доволен. Это, конечно, вообще вообще, но мы, в принципе, ребят просто искали. Мы не могли найти, мы не знали, где ее купить. Это, конечно, вообще шедеврально. Сейчас я ближе покажу. Красивая, вообще, желтенькая. Ммм, шармон. Да. Хоть бери и ешь, да? Да она пахнет этим. Пахнет, конечно. Сейчас покажем, ребят. Правда пахнет. Непонятно чем, но чем-то. Ну, наверное, так должна пахнуть ващина. Наверное. Раз. Очень аккуратно. Да. Так торец покажи. Ну, какой толщины. Тоненькая. Ее доставать не буду. Не надо. Ляпота. Это, конечно, вообще, ребят. Это, это вообще. Огонь. Мягко говоря. Спасибо, Коля, огромное. Большое. Я даже не знаю. Много маленьких спасибо. Низкий поклон. Это, вообще, помощь шедевральная. И знаете, как бы, ну вот, думали мы с Иришкой. Сейчас вот сядем по-другому и я все, все скажу, ребят. Ребят, что бы я хотел сказать. Николаю, конечно, огромнейшее спасибо. Ну, огромнейшее, это, наверное, даже не то спасибо, которое мы должны сказать. Ну, как бы, все гораздо больше. Гораздо существеннее. Помощь просто феноменальная. Шедевральная. Ну, даже, наверное, такого слова не знаю, как сказать. Насколько он нам помогает, выручает. Ну, просто супер. Ну, исходя из того, что мы, как, ну, наверное, не можем ответить ему тем же, как бы, отблагодарить в должной мере. Ну, просто подразумевается, когда мы... Пока. Пока, да. Ну, мы же скоро станем богатыми пчеловодами, мощными. Не, ну, не богатыми пчеловодами. Ну, в принципе, просто, когда вот мы с колен на ноги встанем, как бы, дай бог это случится. И мы тоже начнем сеять добро. Ну, как бы, отдавать долги. Сейчас его сеем, но только... Мелко. Мелко. Все больше спасибо, пожалуйста. Добрый день. Опять же, ну, спасибо в карман не положишь, сыт не будешь. Как говорил мой товарищ, там, Брюс погонял, он говорит, у меня этой валюты, говорит, спасибо, уже все сараи заварены. Говорит, девать некуда, говорит, и толку. И она, как бы, ну, никуда ее не денешь. Хлеб на нее не купишь, на эти спасибо. Ну, как бы, хотя бы, что можем. Поэтому, Николай, спасибо огромное человеческое. Ребят, не знаю, насколько было интересное видео, но нам это вскрытие было интересно. посмотреть, что там было, как. Не все понятно, но что тут вот эти вот, я не знаю, ситечка. В принципе, одна книга, которую он прислал, это нечто. Таких книг сейчас, в принципе, ну, не найти. Это очень серьезная, как нужная книга, ну, насколько я знаю, ну, всегда и по рецептам так, ну, вообще, вот эти старые книги. Да, в советские времена придумали. Они самые правильные, самые нужные книжки. И теперь у нас есть такая книженция, которую мы заглубимся, почитаем шедеврально. Блин, хотелось бы, чтобы видео было емким, коротким, значимым, но оно, похоже, чуть-чуть растянулось, но мы попробуем как-то ускорить его. Ребят, всем пока, счастья, здоровья. Извините, если видео получилось скомканным, неинтересным, незадорным, мы старались. Безмерно благодарны, ты хотел сказать. И это тоже, ну, как, для нас это значимо. Не то, что вот это как пришло и так, ну, как, в никуда, я не знаю, как. Где-то действительно то, что все оно необходимо, все оно понадобится. Я изначально думал, сделаю улик, поймаю жирную пчелу, посажу в улик, потом за ней буду следить, как там доить. Марлей замотал голову, угольком помахал, ну, исходя из того, что ничего нет. А теперь я буду, как бы, в костюме, как джельмен, подойду, дымарем. Ну, как по технологии. Пчелы увидят тебя одетого в костюм, скажут, ух ты, это пчеловод. Да, 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 они, знаешь, строят. Да, сын, хозяин пришел. Не сразу, а. Да, надо делать хозяин, так? Да, да, да. И вот так, чук-чук-чук, таится сразу в эти соты. Вот это нам эти сосцы только не пришли, вот эти. Наверное, они тоже нужны. Я не знаю, что это такое. Оно что-то мягенькое и прикольное. Оно как с силикона сделано. А ты стресс. Это, как, знаете, шевелю я ежик. Ну, как вот маленькая вот эта. Как она называется? Не шевелю, она такая, когда пятачок не парит. Ну, когда лысый ежик. Я не видел лица ежиков. Откуда ты берешь это? Ну, если бы ему такое одеть. Да мне даже в голову не пришло бы подумать о том, что ежик может быть лысый. Ну, у человека же есть такое. Откуда? Чего ты куришь? Ха-ха-ха-ха. Ну, вы поняли, ребят. Вот эта штука для ежиков, короче. У нас такой нет. То есть, если у ежиков вдруг образовалась проплешина. Он идет в магазин пчеловода и покупает вот это сосцы одевает на плеши. Маскирует. Да, и снова как молотый приклад. Не то, что зачесывать там надо, знаешь. Он такой шиньон. Вот. Ха-ха-ха. По-моему, так называется. Ежиковый. Капец ты шел. Ну, видишь, вспомнили слово. Видишь, как хорошо. Да мы его не забываем. А что ж ты не говорил? Я тебя спрашивал. Ничего. Мне же интересно было понять, что не хватает в ежиковой жизни. Ладно, ребят, все. Всем пока. Вот это как была минутка юмора на канале Дневник Самоделкина. Пока объяснишь вам всем. Да. Все, с ума сойдешь. Про ежиков с проплешинами. Это вообще, да. Ладно, ребят. Счастья вам, здоровья, успехов. Спасибо Николаю еще огромное за посылку. Николай, наверное, тоже удивится. Ха-ха-ха. Что это для ежика? Не, ну это предположение. Это же не то, что я сказал ежикам и все. Это предположение. Да. Возможно. Можно использовать фильм. И так. Да. Ха-ха-ха. И он такой, знаешь, с дредами. Ха-ха. Они чтоб толстенькие. Ха-ха. Репер и ежики. Ха-ха. 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 Ну и ладно. Да. Неприятно. Можно погладить, да? Опять же. Не колется. Не колется. Там эти шишки закругленные. Закругленные. Да. Не колется. Опять же. Потрогал, а так и антистресс. Ну как бы если нервничаешь. Ха-ха-ха. Ха-ха. 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 Супер, да? Слушай, ну это вообще надо додуматься до такого. Хочу додуматься. Логика простая. Ха-ха. Как бы ты с лысым ежиком возобновляла? Ха-ха. Ха-ха. Мне даже... Возобновляла или... Мне бы это самое... Восстанавливала ежика. Восстанавливала ежика лысого. Ха-ха. Дело в том, что мне даже в голову не пришло бы задуматься о том, что ежики могут облысеть. Ха-ха. Ну все бывает. Старые ежики. Ха-ха. 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 Сбрил. Сбрил. Да, ему вот это там. Часть. Ага. Часть. Волосистую. Ха-ха. Слушай, супер. Вообще просто супер. Ладно, ребят, пока это... Это может долго продолжаться просто. Сейчас тема зайдет далеко. Фантазия бурная, может развиться. Поэтому просто пока, ребят. До следующего видео. Мы очень рады вас видеть. Не покидайте нас. Приходите еще. Смотрите. Оставляйте комментарии. Лайки, дизлайки, лучше лайки. Подписывайтесь. Главное, жмакайте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Мы любим вас. Мы с вами. Мы дорожим вами. Вы у нас лучшие ребята. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok